Евсей Векисарийский. Церковная история. Сейчас как раз время показать, что имя Иисуса и Христа чтили древние пророки, боголюбивые мужи. Моисей I понял, как величественно и славно имя Христа, давая образы, символы и таинственное изображение небесных явлений, согласно речению Господню. «Смотри, все сделай по образцу, показанному тебе на горе. Он, чтобы почтить первосвященника наивысшим доступным человеку образом, называет его Христом». Первосвященнический сан, по мысли Моисея, превышает достоинство в свое любимое человеческое звание, и однако имя Христа придает ему больше чести и славы. Значит, Моисей понимал, что слово «Христос» означает нечто божественное. Он же, по внушению Духа Божия, проведя имя Иисуса, счел его достойным особого отличия. Пока Моисей не узнал его, оно не прозвучало среди людей, и Моисей дал ему впервые единственному человеку, в котором по некоторому образу и символу узнал своего преемника, ибо после его кончины принял он власть над всем народом. Преемник Моисея, получивший имя Иисуса, раньше назывался по имени данному родителями – Осией. Моисей назвал его Иисусом, одарил его этим именем, как неким почетным даром, более драгоценным, чем царская корона. Ибо Иисус, сын Нави, был образом Спасителя нашего и единственный после Моисея, завершив преподанное ему символическое служение, исповедуя веру истинную и самую чистую, получил в наследство кисть. И Моисей двум людям, выделявшимся среди всего народа, добродетелью и славой, первосвященнику и тому, кто после него будет вождем народа, дал, чтобы почтить их величайшей почестью – имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Ясно, что последующие пророки называли Христа по имени, свидетельствуя в то время о будущем заговоре иудейского народа и о призвании язычников. И Еремия так говорит об этом. «Дыхание жизни нашей Христос, Господь, пойман в ямы их. О нем же мы говорили, в тени его будет жить среди народов». И Давид, недоумевая по поводу этих слов, говорит, «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари неземные, и правители собрались вместе против Господа и Христа его». И тут же прибавляет от лица самого Христа. «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и я дам тебе народы в наследие твое и пределы земли во владение твое». Не только тех, кого почтили первосвященническим саном и символа ради помазали уготовленным маслом, украсило у евреев имя Христа, но также и царей, которых по указанию Божию пророки помазывали как некие изображения Христа, ибо сами они были прообразом царственной власти единого истинного Христа, Слово Божие, над всем царствующего. «Мы знаем, что некоторые пророки через помазание сами стали прообразами Христа, ибо все они имели отношение к истинному Христу, Божественному, Небесному Слову, единому первосвященнику мира, единому царю всей твари из пророков Отца, единому верховному пророку. Доказательство тому, никто из тех, кто был древле помазан символически, ни из священников, ни из царей, ни даже из пророков, не обладал такой силой Божественной Добродетели, какую явил Спаситель и Господь наш Иисус, Единый истинный Христос. «Никто из них, известных своим достоинством и честью многим поколениям их соотечественников, не дал своим подчиненным от своего преобразовательного имени Христа прозвание христиан. Никому из них подчиненные не воздавали Божественных почестей, никто после их смерти не был расположен охотно умереть за чтимого, никто не вызвал такого потрясения среди всех народов на земле, ибо в их преобразовательной силе не имелось той действенной силы, которая была в истине явленной Христом. Он ни от кого не получал символов и знаков своего первосвященнического сана. Он не вел своего происхождения по плоти от священнического рода. Людское оружие не возвело его на царский престол, и он даже не походил на древних пророков. Он не получил от иудеев ни почетной должности, ни первого места, но был украшен от Отца всеми почестями, и не символически, а в действительности. Не имея ничего из перечисленного нами, он имеет большее право на имя Христа, чем все остальные. Он единственный истинный Христос Божий. Благодаря Ему мир полон христиан, носящих Его воистину величественное и святое имя. Он передал им не образы и подобия, а добродетель в ее чистом виде и небесную жизнь, и сообщил своим ученикам истинные догматы. Он был помазан не елеем, приготовленным человеческими руками, но, как и приличествует Божеству, Духом Божиим, причастным к нерожденному Божеству Отца. Об этом учит Исайя, возглашая как бы от лица Христа. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня, Он послал меня благовествовать нищим, возвещать пленным освобождение и слепым прозрение. И не только Исайя, но и Давид говорит, обращаясь ко Христу. «Престол Твой Божий во веки веков, жезл правоты, жезл царства Твоего, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя Божий. Бог Твой елеем радости, более соучастников Твоих». Здесь в первом стихе слово называет его Богом, во втором чествует царским скипетром, и дальше упомянув о его божественной и царственной власти, в третьем стихе, называет Христом, помазанным не вещественным елеем, но божественным елеем радости. Этим указано на его избранничество, более значительное и отличающее его от тех, кто в древности был помазан вещественно и преобразовательно. И в другом месте тот же Давид объясняет, кто он, и говорит, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих, и еще, «Из чрева прежде Деницы родил я Тебя, клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Этот Мелхиседек введен в священное писание, как священник Бога Всевышнего. Он не был помазан каким-либо умощением, изготовленным руками человеческими, и не получил у евреев священства. Он оследовал его по родовому преемству. Потому-то спаситель наш клятвенно именуется Христом и священником по чину своему, а не по чину других, получавших символы и образы. История передает, что он не был телесно помазан у евреев и не происходил из священнического поколения, но что он получил свою сущность от самого Бога прежде Деницы, то есть прежде сотворения мира, и что ему во веки веков принадлежит священство бессмертное и не стареющее. Великое и явственное доказательство его невещественного, но божественного помазания, то, что из всех прежде живших и ныне живущих людей во всем мире только его называют Христом, исповедуют и проповедуют как такового, что под этим именем его помнят эллины и варвары, и что до ныне по всей вселенной ученики его чтут его как царя, благоговеют больше, чем перед пророком прославляют как истинного, единственного первосвященника Божия, и больше того, как Слово Божие, существовавшее предвечно и приявшее от Отца величайшую честь, поклоняются Ему как Богу. И что самое удивительное, мы, верующие в Него, чтим Его не только устами и звуком слов, а всем нашим душевным складом. Мы предпочитаем исповедание Его самой нашей жизни.